В Башкортостане продолжается чемпионат Республики по мини-футболу. Среди ветеранов возрастной категории 45+. После двух сыгранных туров лидерство в турнирной таблице захватила команда «Ирбис» из города Уфы. Наша программа побывала на соревнованиях и взяла интервью у главных действующих лиц. Сегодня проходит второй тур. Система проведения игры в один круг. И мы, туровая система, раз в месяц собираемся здесь в этом прекрасном новом реконструированном зале «Нефтяник». Старое название – спорткомбинат «Нефтяник». И футбольный клуб «Уфа» пошел к нам навстречу и предоставил вот такой вот прекрасный зал, уже отремонтированный с хорошими полами, табло новое, сетки, то есть все удобства. На сегодняшний день в чемпионате принимает участие 11 команд. Кроме «Уфимских» это команда сборная «Октябрьского», сборная «Нефтекамска» и «Межгорье». Это вот три. И восемь «Уфимских» команд. Это «Энергетик», «Гастелло», «Ербис», «Восход». Я даже боюсь, чтобы не ошибиться, это и команды «Шурави», собранные из ветеранов воинов, локальных воин. Наш добрый день, это команда довольно серьезная. Вот эти вот все команды принимают участие. Так, вот «Гастелло» команда, да, вот всех перечислил, 11 команд. В основном у нас тут есть и очень ветераны, те, кто принимал участие во всесоюзных чемпионатах Советского Союза. Это Рустемшин Мухаммедов, Ирик Сафаров. То есть, довольно-таки по уровню и по фамилиям, довольно-таки турнир серьезный. То есть, уровень очень мало тех людей, кто просто футбол занимается. Больше, наверное, бывшие профессионалы. Значительно выделяется мастерством эта команда «Акцент плюс», где собраны действительно те люди, которые приносили славу нашему башкирскому футболу. Это и Юрий Довженко, и Андрей Каткин. То есть, довольно серьезная команда. Неплохо выглядит и сборная «Октябрьского», где с основателем футбола, я, наверное, скажу, не побоюсь этого слова, Вахитом Харидиновичем Галяму сборная. Это и лучший бомбардир Башкорстана, и Игорь Сыров. То есть, много таких замечательных фамилий. Вот это явно выделяется по качеству игры. Вот эти команды. Вот сегодня на площадке. И в добрый день довольно крепкая команда, которая довольно успешно здесь противодействует. Пока у ней не было поражения. Вот как раз интересная игра. Вот сейчас матч проходит. Добрый день, и команда сборная «Октябрьского». Турнир, я думаю, что удался. Именно мы попытались его сделать не таким разовым, где идет путем определенных новаций. Да, понятно, что там интерес проявляется в каждом туре. Но здесь мы попытались не уйти от традиционной схемы проведения соревнований. Турнир проводит Федерация футбола, мини-футбола Республики Башкорстан. Все затраты на себя берут. А команды, фактически команды, затрат никаких не несут. У нас нет такого понятия, как членский взнос или заявочный взнос. А после того, как определится чемпион Республики, будет ли он участвовать на Всероссийской арене в дальнейших играх? Я бы, наверное, отвечу более обширно. Сама система проведения соревнований такова. Вот мы играем сейчас в один круг. Команда, занявшая последнее место, покидает первую группу. И у нас уже есть много заявок, желающих участвовать в нашем турнире. То есть мы со следующего сезона организовываем вторую группу. И будет спортивный принцип. То есть то, что я говорил, до этого декларировал, спортивный принцип. Вот мы его будем соблюдать. То есть слабейшая команда покидает наш чемпионат, первую группу. Добавляется чемпионат второй группы. Вторая группа у нас будет весной проводиться. Вот после того, как у нас прошли, ну не переговоры, у нас уже есть договоренность с футбольным клубом Уфа, что нам предоставят те будущие площадки мини-футбольные на запасном поле. Для проведения второй части нашего чемпионата это будет разыгран кубок. Где будет определена и вторая группа. И уже с осени будут две полноценные группы, первая и вторая. И ротация будет по спортивному принципу. Сегодня провели две игры. Первая игра с Ирбисом, которая не имеет ни одного поражения. У них три победы. И вот с ними сыграли ничью. Один-один. Вторая игра у нас была с командой Шуравей. Тоже, в принципе, такая боевая ничья. Один-один. В нашей коллекции, копилке наших, три ничьи, одно поражение. Вот четыре игры пока провели. Ну, следующий тур 25 января. По две игры проходят. Каждая команда играет в одном туре. Ну, команда собралась у нас как ветераны. Ну, здесь, может быть, все ветераны, которые на ведущих ролях, именно сейчас участвуют за разные команды. Мы представляем команду Гастелло. Вот меня пригласили в эту команду, я представляю эту команду. И ваша команда какие задачи ставит на данном турнире? Задачи у ветеранов, сами знаете, какие всегда. Бодрость духа, здоровье, залог здоровья и, естественно, общение. Всегда здесь много знакомых людей, которые раньше играли, все вместе играли. Кто-то позже, кто-то раньше, кто-то на каком-то этапе всегда были в футбольной жизни. Ну, я думаю, что турнир пройдет на хорошем уровне. Задача как таковых турнирной таблицы, она всегда задача одна. Как некоторые тренера говорят, есть первое и третье место, второго места нет. Пару слов о вашей команде. Какие игроки в ней представлены, какие задачи в целом ставите на турнир? Добрый день. Команда, в принципе, существует уже более 15 лет. Где-то кто-то в России поиграл, кто-то за рубежом. Основное, конечно, это тяжелое время, популяризация футбола и попытка его возрождения в Ефтекамске. Других задач мы пока для себя не ставим, да и, наверное, мы просто их выполнить не сможем. Стараемся делать то, что мы сейчас представляем свой город, ну, хоть в чем-то показываем молодежи, которая подрастает. То, что в любом возрасте спорт превыше всего. Уже сыгран первый тур, сейчас идет второй. Как оцените его результаты для вашей команды? Для нашей команды результат может быть несколько незакономерный, но, тем не менее, сказывается, наверное, отсутствие тренированности, отсутствие условий для проведения регулярных тренировок. Ну, в принципе, на базе нашей команды можно сказать, что футбол в Ефтекамске находится в полуоморочном состоянии. Вот и все. Вы знаете, мы рады, что такой турнир наконец-то появился. Слава Богу. Потому что, ну, начиная с 94-го года таких турниров не было. Поэтому мы рады за то, что все-таки начинается какое-то возрождение футбола в этой республике, которая, в принципе, в свое время, в бытность, когда я еще выступал здесь в 70-х, 80-х годах, славилась своими игроками, славилась своими командами. Мы рады за то, что этот турнир начали проводить. Руководитель пресс-службы футбольного клуба УФА Сергей Тритышний побывал в нашем экипировочном центре и лично преследил за процессом нанесения номеров на игровую форму. Давайте и мы присоединимся к этому таинству. Вроде ничего не видно. Класс увидите. Вот. Круто. Делается складочка, чтобы было точно где посередине. Между буквами, чтобы эта складочка. Да. Ясно. Центром. Далее. Находим середину у нас в таблине. Ждем третий секунд. Все выше. То есть, в принципе, мы можем сделать любой номер. Абсолютно. А, и вот здесь вот у нас памятка. Наши игроки, да? Номер-размер. Номер-размер. Самый большой, кто у нас получается? Хавцов, Кулревич. Где? А, вот. Кулревич. Х, С, что ли? Х, С, что ли? Х, С, что ли? Х, С, что ли? А, и дверь такая. Снимаем. И номер готов. Теперь можно стирать. Все, что угодно делать. Все, что угодно. Мы продолжаем пока с наиболее интересных фрагментов азарт викторины футбольного клуба Уфа, которая прошла в нашем экипировочном центре в канун новогодних праздников. Вкратце напомним о правилах. Каждый участник сам выбирает тот приз, на который он будет играть. Если он хочет пойти дальше за более ценными призами, то должен поставить на кон все ранее выигранные сувениры. Это и есть азарт. Вопрос следующий. Кто из воспитанников башкирского футбола играл в московском «Спартаке»? Артур Валякаев. Это правильный ответ. Абсолютно, да. Было такое. Это ответ у нас. Поздравляем вас. Представьтесь. Константин. Константин. Фамилия? Чащин. Константин Чащин. Аплодисменты. Он у нас становится участником второго футбола. И можете выбрать себе первый приз. Это, я напоминаю, брелок, ручка, блокнот, значок. Что там у нас еще есть? На что будем играть? На ручку. На ручку. Кто является лучшим бомбардиром в Кау-Фа в текущем сезоне? В премьер-лиге? Да, естественно, премьер-лиге. Марсини 4 гола. Даже абсолютно исчерпший ответ это Марсини 4 гола, да. Причем, если вы в курсе, да, «Спорт-экспресс» до сих пор, до сих пор, «Спорт-экспресс», авторитетное наше здание, пишет «Марсини 3 гола». Знаете, да, слышите такую историю, почему-то он считает, что вопрос, да, вопрос был, кстати, с подковыркой у предыдущего участника, то есть «Спорт-экспресс» считает, что «Алиги». Но официальные протоколы говорят, что это по углу Марсиниу Краснодару, второй гол, да. Соответственно, это правильный ответ, вы выигрываете ручку. Молодец, аплодисменты. Ну что, идем дальше или, может быть, на ручке ограничимся? Конечно, дальше, Константин говорит. Дальше, поэтому выбираем фриз на второй. Это у нас либо часы, либо вымпел малый. Сразу играем на часы, отлично, хорошие, кстати, часы. В каком клубе нынешний главный тренер УФЫ Игорь Колыванов закончил карьеру игрока? Стоп, 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 стоп. Может, вариант ответа дадим? Потому что сейчас вы скажете, конечно, я приму ответ, но если он будет неправильный, я сразу вас... Нет, ну ответ у меня точно не поменяется, скорее всего, это был динамо. Давайте послушаем варианты ответов, на следующий случай. Ну, вы уже дали окончательный ответ, да? Итак, варианты были Болония, Италия, Венеция, Италия, Фоджо, Италия и Динамо, Москва. Ну, как бы вы уже дали вариант ответа, да? То есть, поэтому, соответственно, я вас прибудил. Так, все-таки Динамо, Москва, да? Мне кажется, да, хотя я играл и в Болонии, и в Фоджо. Может быть, даже не в Венеции. Итак, Динамо. Ну что же, Игорь Владимирович не так долго был действующим футболистом, как нам хотелось, да? После 30 лет его замучили травмы, он, соответственно, вынужден был прекратить свою карьеру. Но последним клубом был не клуб Динамо Москва, а последним его клубом он закончил за границей. Это был клуб, кто-нибудь знает? Все-таки не в Венеции, не в Венеции. Ну что же, кстати, я все равно вас благодарю за игру. Ничего страшного, у вас еще очень много попыток. В будущем будет ручка остается у нас. Продолжение азарт-викторины смотрите в следующих выпусках ФК Уфа-ТВ. На этом все. В эфире было телевидение футбольного клуба Уфа. Наша республика, наша команда. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова